Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Сегодня у меня небольшой будет тест Nocta Amphibia Multi, потому что нашел я в интернете такой случай, что есть проблема у людей. Не знаю, насколько это массово. Динамик на морозе становится тише, работает очень тихо. Сегодня у нас минус 3, минус 4 температура. В принципе, я даже на улицу не буду выходить. Я сейчас просто Nocta покажу вам, как она звучит дома. Вынесу ее на балкон. Полчасика на балконе проведет. И далее засниму тест, посмотрю, есть ли у меня такая проблема. Далее уже будем смотреть, что делать. Так, друзья, вот у нас погода на сегодня. Минус 4, минус 3. Собственно, неприятная вещь. Если это действительно, люди пишут, что такая проблема была и на крузаках, я не знаю, с этим не сталкивался, не слышал. Так, сразу показываю. Все те же настройки заводские. Здесь у нас громкость 5. Ставим максималочку. Десяточка. Должен звучать Nocta на 10 уровне громкости. Все, выношу на балкон, оставляю на полчасика. Да, друзья, вот прошло полчаса. Вынужден констатировать сей факт, что есть сильная потеря звука. Как вы слышите, тихие попискивания. Вот тот же самый пятак. И это показываю. Это максимальная громкость. Так, сейчас. Холодно. Вот 10 громкость. Как вы видите, еле слышно. Если я ее убавлю, сейчас. Убавлю хотя бы до 5. Вы слышите? Сигнал практически не слышен. Сейчас пропадет волюм. Вот. Сигнал еле-еле слышен. И это у нас, повторюсь, минус 4, минус 3. Падение громкости практически до нуля. Сейчас я занесу в дом. Но, как уже писали, что после дома он оттаивает. И покажу вам, как это опять вернется в норму. Сейчас покажу. Надеюсь, что вернется звук. Ну, сейчас вернем опять волюм на 10. Вот, 10. Слышно, но слышно в разы тише. Друзья, ну вот я занес его в дом моментально. И сейчас вам покажу. Так. Волюм. Волюм Тен. Тихо. Работает очень тихо. Если убавить до 5, все, вообще не слышно. Да, проблема есть. Сейчас будем ждать, оттает ли он. ждем. Ждем полчасика. И показываю вам, что будет. Так. Громкость возвращаю на десяточку. Все, выключаю. Друзья, да, печальный факт, но подтверждается, что звук на морозе пропадает. Причем, как вы видели, мороз у нас сегодня минус 3, минус 4. А звук падает практически до нуля. Как говорят, это фиаско. Почитал комментарии. Кстати, под видео я укажу ссылку на ролик человека, который выложил видео с такой же проблемой. Он шурфил в доме. Перезалил видео к себе на всякий случай, чтобы это видео точно осталось в эфире, да, чтобы его не смогли удалить. Также дам ссылку на комментарии в нашей группе, которые обещают, что не буду модерировать и, соответственно, каждый человек сможет высказаться из обсуждений, из комментариев. Понял, что такая проблема была даже с крузаками, но у меня нету факта подтверждения. В общем, не знаю, друзья, видимо, достаточно массовый характер у этой проблемы с динамиком, да. как мне видится, решить это не то, чтобы сложно, а для покупателя обязательно проверяйте, то есть, просите на морозе проверить. Достаточно получаса, как вы видите, даже небольшого минуса достаточно, чтобы узнать, есть ли такая проблема. Сейчас он у меня отогревается, не знаю, посмотрим, я еще здесь видео присоединю. Для официалов я могу сказать, что, придется вам всю серию проверять, я так думаю, потому что, как мне видится, это гарантийный случай, так что, если у вас такая проблема, друзья, не переживайте, звоните в сервисный центр, я думаю, вам поменяют, просто потеряете время, но пока еще зима есть, не будет особых проблем с потерей сезона, но протестируйте свою покупку, да, и отпишитесь под видео в комментариях, если у вас сдавайте в сервисный центр, потому что, по-любому, это гарантийный случай, ну, не мне объяснять сервисному центру, что вам, видимо, магазину придется теперь проверять всю партию, и каждый прибор тестировать отдельно, так как из комментариев понятно, что это, ну, не глобально у всех, а как-то через один получается. Проверяйте, собственно, крузаки, проверяйте Нокта импакт, я понял, возможно, тоже проблема, и проверяйте Нокта анфибия. У нас просто, видите, условия такие, что люди, как бы, и зимой хотят куда-то выходить, я вот, например, не выхожу, и поэтому не сталкивался с этой проблемой, а люди вот на шурф вышли, и у них открылась эта проблема. Дело в том, что в использовании написано от минус 20 до хранения, от минус 20 у Нокты до плюс чуть ли не 60, но нету температуры, при котором используют, по-моему, не написано в инструкции температуру для использования, которая рекомендованная, но, как вы видите, в России очень многие люди ходят на шурф, просто в лес, и, соответственно, это большая проблема. Собственно, от себя могу сказать, что да, подтверждаю, звук пропадает, сейчас вот я говорю, подожду, он отогреется, и посмотрим, вернётся ли звук на него. Да, друзья, звук возвращается, не прошло и получаса, металлоискатель отогрелся, громкость на десяточке, снова орёт. Так что, друзья, да, проблемы есть. Пишите, сдавайте приборы, у кого есть такая проблема в сервисный центр, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях под этом видео или в нашей группе, посмотрим, насколько это массово. Если у вас есть прибор, проверьте его, достаточно, повторюсь, полчаса на морозе. Проблема, думаю, не знаю, насколько просто решаема, но это точно гарантийный случай, так что переживать не стоит. Но это косяк, большой косяк. Хорошо, что это выяснилось вот сейчас зимой до начала сезона, пока есть время ещё как-то решить это, решить эти вопросы. Ладно, друзья, напишите в комментариях, посмотрим, насколько это, насколько это массово или, возможно, это единичные случаи. Ну вот, человек отписался, я попробовал, у меня тоже. Просто вы, как бы, возможно, не ходите по морозу, поэтому вас это и не касается. Вынесите на балкон на полчасика, посмотрите, как ведёт себя прибор. Ладно, всё, с вами был Белый Копатель, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok